Всем привет! В данном видео мы поговорим про восстановление данных на компьютерах Apple. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с такой ситуацией, что случайно удаляет файлы. Не важно на компьютере, флешке или переносном диске. Не так важно какие данные, файлы, фотографии, документы или видео. Но более важно эти данные восстановить. Ведь иногда данные бывают критически важны. На рынке существует множество различных программ для восстановления данных. И сегодня мы на примере одной из них разберем как же это работает. Будем использовать программу 4DDiG Mac Data Recovery. Давайте запустим браузер и перейдем на официальный сайт. Ссылку я оставлю в описании под роликом. Переходим на официальный сайт. На данном сайте есть платные и бесплатные версии, поддержка Windows 11 и уже есть поддержка macOS Sonoma. У данной компании есть множество различных продуктов для разных платформ. Давайте пролистаем страницу вниз и посмотрим, что же предлагает данный продукт. Он указывает, что восстанавливает любые типы файлов, обеспечивает целостность данных, восстанавливает любых устройств. Здесь мы видим ход восстановления данных, отзывы пользователей и компаний, которые работают с данным продуктом. Давайте перейдем непосредственно к скачиванию. Здесь есть платные и бесплатные версии. Есть для Windows и macOS. Разберем программу для macOS. Давайте посмотрим тарифные планы. Здесь можно купить различные виды лицензии на один месяц, на один год или бессрочные. Видим, что действует летнее предложение, где 30% скидка на продукты этой компании. Пролистав вниз страницу, видим, что здесь можно получить ответы на часто задаваемые вопросы. Давайте приступим непосредственно к скачиванию. Скачиваем бесплатную версию. Нажимаем скачать бесплатно. Идет загрузка файла. Файл загрузился. Давайте приступим к установке. Перетягиваю в папку Application. Установка программы на наш компьютер прошла успешно. Давайте перейдем к ее обзору. Перехожу в Launchpad и запускаю программу. Нажимаю открыть. Ввожу пароль от моей системы. Запускается программа. Видим здесь приветственное окно, что установка прошла успешно. Также нам здесь представлена инструкция для начала работы. И какие шаги нам нужно пройти, чтобы выполнить успешное восстановление наших удаленных файлов. Давайте закроем это окно и перейдем к разбору нашей программы. Если у вас есть ключ и лицензия, здесь можно активировать ее. Нажимаем на ключик или купить сейчас. Нажимаем на кнопку купить сейчас. Здесь мы видим различные тарифные планы, как я уже говорил, на один месяц, год или бессрочную. Различные виды оплаты принимаются. У меня есть уже ключ продукта на один месяц. Вбиваем его. Происходит регистрация. Видим окно, что регистрация прошла успешно. Также здесь опять представлена инструкция по началу работы. Закрываем данное окно. Я буду пробовать восстанавливать данные с USB накопителя, поэтому подключая его к системе. Видим, что происходит чтение диска. Предоставляет доступ программы для чтения USB накопителя. Выбираем наш USB накопитель и нажимаем сканировать. Выбираем те типы файлов, которые хотим сканировать для восстановления. И нажимаем сканировать. И происходит сканирование нашей флешки. Чтобы предоставить выбор тех файлов, которые мы можем восстановить. Которые ранее были утеряны или удалены. открываем нашу флешку видим что здесь никаких файлов не содержится они были удалены переходим свойства накопителя и видим что емкость носителя и доступное на нем место совпадает сканирование завершено видим сколько файлов было найдено закрываем данное окно переходим в раздел просмотр файлов и здесь уже выбираем тот тип файлов который будет восстанавливать я буду восстанавливать видеофайлы нажимая здесь галочку и нажимая кнопку восстановить выбирая место куда буду сохранять это все на жестком диске нашего компьютера и нажимая кнопку открыть происходит сохранение файлов восстановление файлов завершено давайте нажмем посмотреть восстановленные файлы переходим в восстановленную папку давайте попробуем запустить какой-нибудь файл давайте запустим восстановленный видеофайл он успешно восстановился это одна из моих видеозаписи которая хранила данной флешки удалил давно давайте теперь отформатируем нашу флешку в дисковой утилите выбираем нашу флешку нажимая стереть выбирая формат имя флешки зададим тест и нажимаем стереть мы полностью форматируем нашу флешку и посмотрим что данная программа сможет восстановить меня интересует тот же видеофайл который мы смотрели ранее смогу ли я восстановить после полного форматирования флешки и успешно посмотреть мы закончили форматирование нашей флешки видим что флешка пуста закрываем и запускаем программу вводим пароль выбираем нашу флешку и нажимаем сканировать на данном этапе выбираем какой тип файла мы хотим восстановить можно выбрать один или несколько нажимаю сканировать закрываю данное окно переходим в просмотр файлов выбираю видео форматы и восстановить выбираем место на диске куда произойдется установка давайте посмотрим восстановился ли видеофайл до после полного форматирования флешки видеофайл успешно восстановился и готов просмотру также давайте произведем небольшое тестирование когда у нас на флешке есть четыре файла и мы случайно перемещаем их в корзину давайте посмотрим эти видеофрагменты теперь выделяем их и перемещаем в корзину а корзину очищаем закрываем нашу флешку и запускаем программу выбираем флешку нажимаем сканировать теперь я буду выборочно сканировать только видеофайлы восстановление файлов завершено переходим к просмотру файлов видим что 26 файлов найдено ставим галочку напротив видео и нажимаем восстановить выбираем место на диске куда будут сохраняться файлы и нажимаем восстановить ждем пока файл восстановится и скачается на наш диск закрываем программу и давайте посмотрим удалось ли нам установить наши файлы как мы видим все наши файлы успешно восстанавливать как после случайного удаления и перемещения в корзину таки после полного форматирования флешки данная программа подходит для широкого спектра машин от apple с чипами м1 м2 как макс так и про и также имея поддержку маку с самона также она интуитивно понятно и помогает восстанавливать файлы всего в пару кликов всем спасибо кто досмотрел ролик до конца если у вас остались вопросы пишите их в комментарии до новых встреч